В нашем регионе текущая эпид-ситуация остается напряженной. В областном центре экстренную медицинскую помощь оказывает только первая горбольница. Во всех остальных стационары развернуты, как инфекционные госпитали. Тему продолжит мой коллега Мурат Абелмажет. На сегодняшний день при Литыши занятость инфекционной коэк составляет 47,7%, реанимационных – 38,9%. На стационарном лечении находится 1559 пациентов, в том числе 57 детей. Мы видим, что количество госпитализированных детей уменьшается до 50%. Если у нас в начале месяца было до 90, то сегодня 57. Основная часть детей – это со средней степенью тяжести. Один ребенок у нас находится в реанимации с пневмонией, коронавирусно ассоциированная. За 9-е сутки, 11 месяцев ребенку лечение в полном объеме получает без ухудшения. Стационария 1-й горбольницы Павлодара, куда поступают со средним или тяжелым случаем коронавирусной инфекции среди пациентов 19 родивших, 24 беременные. Также у нас находятся три ребенка, подтвержденных в случае с симптомами. К нам детки поступили извне, двое из экибастуза и один, рожденный в нашем стационаре. В модульном инфекционном стационаре на сегодня 174 пациента, в том числе 23 в реанимации. По словам медиков, нередки случаи, когда больные из приемного покоя сразу поступают в реанимационное отделение. Каждый день в модульный госпиталь поступает 10-15 пациентов из районов области. В течение данного штамма вируса очень, скажем так, быстротечное. По сравнению с прошлым сезоном, если можно так выразиться, больные тяжелеют буквально на глазах. И к нам в стационар поступают больные средней и тяжелой степени. И зачастую мы имеем возможность сразу на приемном покое делать КТ-исследование. И идет буквально за 2-3 дня ухудшение динамики по пневмонии. Спикер также отметила, что ведется мониторинг вакцинированных пациентов. Их на самом деле мало. Вакцинация, конечно, это единственный путь для того, чтобы мы защитили себя, свои семьи, своих близких, своих коллег от этой, скажем так, опасной коронавирусной инфекции. Продолжая тему вакцинации, напомню, что в нашем регионе можно прививаться уже шестым по счету зарегистрированным препаратом. Это китайский Веросел. Она уже полностью распределена между медицинскими организациями области и уже начали им прививаться. За эти дни уже 455 человек получили первый компонент дозы данной вакцины. Всего по Алдавской области на сегодня первый компонент вакцины против коронавирусной инфекции получили 255 594 человека. Второй компонент – 203 146. Мурат Белумажет и Этисак.